Рождественское чудо случилось в Пензенской духовной семинарии. Там прошел одноименный профориентационный фестиваль для школьников. Ребятам рассказали, каким наукам обучают семинаристов, а также провели ряд мастер-классов – спортивных, музыкальных и художественных. Как и перед любым богоугодным делом – молебен. И только после этого участники фестиваля под колокольный звон разошлись по аудиториям. Попробовать себя в качестве звонаря мог любой желающий. Научиться азам не так уж сложно. Мастерство, конечно, достигается годами, десятилетиями. А участие в таких мероприятиях очень полезно, потому что это популяризация, это сохранение традиции. Можно прийти, увидеть вживую колокола, задать вопросы интересующие, попробовать звонить. Из другого класса тоже доносилась музыка более традиционной гитарной аккомпанементы, известной многим популярной композицией. Вы можете приходить к нам, опять же, в музыкальную школу. И я сейчас знаю, что во многих воскресных школах есть преподаватели по гитаре. Если вы очень сильно хотите, можно обязательно себе найти учителя и научиться играть на таком замечательном инструменте. В программе фестиваля была и роспись абашевской игрушки, традиционно пензенский промысел. Здесь ребят познакомились с секретами мастерства. А в спортивном зале уже совсем другая культура. Китайская философия ушу причудливо переплелась с православными традициями. Максим Чикин занимается в 17-й пензенской школе. В подобных фестивалях участвует постоянно. Например, акробатика. Там тренер учит прыгать, как правильно все делать. Для комплексов это нужно. Если ты в комплексе делаешь прыжки, то там суммарно больше баллов дают. Да, восточное единоборство, но верой мы православные, поэтому очень много ребятишек приходит заниматься. Единоборство-то интересное. У нас оно очень такое зрелищное. Работа с различными видами китайского традиционного оружия. Подобные мероприятия в духовной семинаре проводят ежегодно для того, чтобы рассказать всем желающим об этом учебном заведении. Пензенский духовный семинар как высшее учебное заведение состоялось. Имеет два уровня высшего образования. Мы хотим просто рассказать о себе, нашим потенциальным абитуриентам, которые, конечно же, это воспитанники воскресных школ, это, конечно же, кадетские школы, это гимназия имени Святого Иннокентия. Те, кто окончит семинарию, станут церковными регентами, священнослужителями или специалистами в области религиоведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова